Девушки отдыхают 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 Соня, Соня, спишь, счастье твое проспишь. Чего тебе надо? Настроения никакого нет, разговор разговаривать. А, ну, раз нет настроения, я, конечно, помолчу, а то еще больше тебе его испорчу. Змеюка, ну уж говори, коль пришла. Не видай тебе твоего романа. Сегодня старая гадалка его городской приворожила. Уврешь? Да я б с радостью, только я мимо проходила, случайно в окно заглянула, а там такое. Вот зараза, я же ее просила, а она мне отказала. Пойдем. Напугала. Ну, сейчас мы тебя подлечим. Не буду. А теперь и маковые рассинки в рот не возьму. Картошечки наварил, да? Нет. Не трогай. Ты что, белая горячка тебе, что ли, или картошке жалко? Не картоха там. А что? Осторожно, и руками ее не трогай. Куклы. Эта кукла непростая, заговоренная. Сонька и Женька эту куклу по колдышским книгам сделали. У меня теперь с ней связь магическая. Ежели с ней же случится, все. Мне капец моментальный. Суеверие-то бабское все. Никакие не суеверия. Сонька, когда ее иголкой тыкала, у меня, знаешь, это... Ну, ладно, не буду трогать. Неси стаканы и закушку, а я пустя реку. Ух, ух. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я врач Работаю в городской больнице И у меня есть жених Антон Мы не успели с ним расписаться Я шла на работу Встретила цыганку Каналку Она попросила Денег я ей Дала Она взяла деньги Но потом Она неожиданно Начала ругаться Она меня прокляла Что она тебе сказала? Что я заболею и сдохну И действительно Когда я пришла на работу Мне стало плохо Я потеряла сознание Что с тобой случилось? Ничего серьезного Просто Переутомилась А как ты в реку-то попала? Я не помню А что такое обрюмый? Случилось все? Надя все вспомнила Да ты что? А что ты рассказала? Погоди Дай Угадаю Она ведь врач И в городе У нее есть жених Правильно? Ты все подслушивала Да, подслушивала Поэтому Я весела такая А что ей селиться? Надя ей жених Все кончено Да что кончено? Все так и начинается Она в город уедет Жениху А Ромка свободный будет Да как же я? А ты, дорогой мой Давай из местных Место выбирай себе Вон Женька по тебе сохнет Сейчас увидал тебя Так подъезжал домой рыдать Иди успокаивай ее Меня бы кто успокоил А вот вместе будете Друг друга успокаивать Вдвоем рыдать веселее Вот Тебе это больше не нужно Ты когда соберешься уезжать Ты скажи Я тебя отвезу Уже выгоняешь? Ты останешься? Ну вот Уже испугался Нет, я не испугался Живи хоть всю жизнь Я в городе погибла А здесь ради вас Мама Ты правда Не хочу Что ж ты перейдешь Как собака побитая Берел бы ты себя со стороны Борь Борь, что случилось? Это пицца Ну что ты так говоришь Такой красивый, умный Все девки тебя любят Ну все Мне все не нужны Мне одна нужна А у нее жених в городе есть Кто сказал? Надя Вспомнила Вот хочу на нее последний раз посмотреть Не ходи туда, а? Это еще почему? Гороскова жениха Она точно не любит Это я покряться могу Откуда ты знаешь? Знаю Откуда не скажу Но точно знаю Да? Да Так это я пойду сам спрошу Не ходи А вдруг она завтра уедет? Не уедет она Хорошо бы было, но Точно завтра не уедет Да? Да Так это что у меня? Шанс есть? Женька Ты настоящий друг Ты так раньше уже делала? Чаще всего люди просили помочь забыть что-то И не вспоминать об этом никогда А у Нади и папы все будет хорошо? Я думаю Не сразу так точно Может ты им поможешь? Ты можешь, я знаю Много ты понимаешь В дела любовные с советами до помощи Нельзя лезть Только судьбу гневить Люди сами должны разбираться Я боюсь Ты чего ты, не бойся Ты должна это умудить Давай Иди сюда Давай-давай-давай Доверь с тобой Раз Я тебя держу Так, все нормально? Ну хорошо Все, смотри Что с тобой? Долан закружаться? Немного Наверное не надо было мне Я ведь Что? Что ты вся дрожишь? Что случилось? Почему? Страшно А что ты боишься? Тебя со мной нечего бояться Все хорошо Поэтому мне страшно Может быть так долго Хорошо И безнаказанных Кто безнаказанных? Кто безнаказанных? Кто ты здесь? Я знаю У меня Сколько мне осталось Нужно срочная Ремпликация Шансов почти нет Что? Что? Ничего Ничего Просто голова закружилась Это сейчас пройдет Ну, что, спускаемся? Все, аккуратно Держись Я первая Давай Давай Держись Вон ты испугаешься Жизнь такая короткая Людей надо все попробовать Я тебя когда в первый раз увидел Сразу понял, что любил Хороша я хороша Да ничего хорошего Соня! Стой! Ну, во-первых, доброе утро Ну, смотри, для кого? Вот я не поняла, доброе оно для меня или нет А для меня очень-таки доброе Пойду прогуляюсь Что, к Ромке? А может и к Ромке Кто запретился? Ой, Соня, не повезло тебе Что, говори? Не ходи к Ромке, Соня, не ходи А Надя уехала уже? А если не повезло тебе? Жалко ее Кого? Вы же коровку Она скоро умрет А небольшой хлеб не живет Ну, это как посмотреть Она же не знает, что такое смерть Поэтому в каком-то смысле Она бессмертная Знаешь, если Мне когда-нибудь спросят Надя, кто твой любимый философ Я сразу скажу Кузнец Романа Слушай 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 Вдруг кто-то подсматривает Там кусты какие подозрительные Кусты? Ну, во-первых, там полно крапива А во-вторых, пусть все видят, пусть все знают, что я люблю мою Надю. Пусть коровы видят, орлы, куропатки, божьи коровки видят, что Наденька моя. Коровка живу взяла, ты не понимаешь. Да ну и пусть летит. Нужно, знаешь, что такое любовь? Отстающая любовь, она бессмертна. Почему? Потому что она продолжится в наших, в наших детях, в детях и детей. Вот она не может. Сколько мне осталось? Без операции, пару месяцев, не больше. А чем ты? Хочу ехать в город? Нет. Думаю, как бы я хотела провести остаток жизни. Я хочу, чтобы мы всегда были вместе. До самой нашей смерти. Я тоже хочу. Хочу быть с тобой в голову. До конца. То есть, ближайшие сто лет мы проведем вместе? Ну, правда, говорят, я с такой бычей. Если девушка не успела выйти замуж, ее хоронят в свадебной квартире. Ну, почему ты об этом думаешь? Просто вспомнила, что у меня есть свадьба на квартире. Ну, джука-тюка. Мне стыдно и при живом женихе с другим вжиматься. Так, может, она того, ну, жениха городского разлюбила, а? Что ты радуешься? А чего? Пока она с Романом, так у меня с Борькой шансы есть. Что? Что же, что ли? Ты что? Иди, крапивы поешь от нее, говорит. Мозги лучше работать начинают. Ты что, сдурела от древности, что ли? А ты что, не понимаешь, что наши с тобой? Цепковные линии пересекаются. Если она вам город умотает, мне Ромка достанется тебе, Борька. Твоя правда. Была бы тут, Роза, летела бы эта городская пуля в свой город, еще и с патами вырванными. Здравствуйте. Здравствуй, Надежда. А я вас, кажется, забыла поблагодарить. Ну, я-то думала, что я тебе память вернула. А ты опять забывать стала? Да это не за то, что вы мне память вернули. За Зою. А память, вы же знаете, я не верю во все эти травы, к лудовству. Я же врач. А память тогда как к тебе вернулась? Ну, честно говоря, я думаю, травы здесь ни при чем. Скорее, это из-за удара головой и сотрясения мозга. Вот даже шрам на память остался. Ну, хотя отвары тоже настроили меня на нужный лад и послужили психическим катализатором. Говоришь-то ты мудрена. Только я тебе одно скажу. Траву тебе помогли память вернуть. Только вижу, я не все, ты мне рассказала. Вы правы. Я вам самого главного не рассказала. Не хотела вас нагружать своими проблемами. Не зря. Одному свое горе тащить хребет не выдержит. вы правы. Я не все рассказала. Вот скажите, а можно травами и заговорами вылечить человека, которому нужна серьезная операция? Операция не поможет. Я так и думаю. Тебе не поможет. Почему же? Потому что ты не веришь. А травы эти помогут? Тебе не помогут. Я уж подумала. Верить надо. Я хочу. Очень хочу. Что ты мне важное хотела рассказать? Ну, чего это? Так, пустяки. В следующий раз расскажу. Если у тебя камень на душе лежит, так ты говори. Нет у меня никакого камня. Говорю пустой. В другой раз. Ну да. Пустой. Ты меня не обманешь. Рома. Рома, ты дома? Да. Я тебя испугал? Да. Вы прости, пожалуйста. Я чуть сердце не выпаду. Не хотел напугать. Это тебе. Какие красивые. Полевые. Таких в городе не купишь. Пахнут. Рома. Я там видела этих бандитов. Они к Вене пришли. Извини, но Вене я его когда вижу чувствую опасность. Веня мой брат, он тебя не обидит. Ты не бойся. Ты не забываешь, что он по-моему, он спасает зону. Да, я знаю. Я поговорю с ним. То, что они ходят по деревьям, это не очень хорошо. Зачем я тебя отложила? Они уже мертвые. Растеряли силу свою. Откуда ты знаешь? Чувствую. Вот и все. А когда за травами для Нади в лес ходила, тоже что-то почувствовала? Понимаешь, я очень хотела, чтобы эти травы Нади помогли. И в тот день точно знала. Нужно в лес идти. Полновоние до первого часа солнца. Как ты места травные нашла? До них же не каждый доберется. Не знаю. Я их как будто слышала. Может, тебя кто-то научил, а ты не хочешь мне говорить? Я никто не учил, я сама. Вот, понюхай. Я тебя тоже растеряли силу. Ты меня кого-то чему можешь научить. Ты беспокойно мне. Чего не случилось. Привет. Привет. Что, видать, макла сломалась? Я с пушком пришла. А это что у тебя? Капкан. Никого. На медведя? Нет, на зверя посерьезнее. А кто же может быть серьезным медведя? Человек. Самый страшный зверь. Но не все же люди. Злые. Не все, но многие. Зачем пришла? Я хочу. Я же предлагаю по-любовнице. А ты ее выбрал. Скажи, правда это? Что? Что спите теперь в одной постели. Правда? Я люблю ее. Она жена мне. И ничего теперь ты ее сделать не сможешь. Я смогу сделать. Ты что, Горя? Я смогу лапу селезть. Лишь бы с кафкан и урваться. Кому-нибудь к другому, да. Но не себе. Что? Что? Да, хочу. Не передумаешь? Нет, не передумаю. Жалеешь? Нет. Веня! Подсматриваешь? Что ты, Веня? Что ты хочешь? Любви хочу. Серьезно? Серьезно. Ну? Роднице с тобой хочу. Не возражаешь? Люблю я его. Жить с ним хочу. Если эта ведьма городской не будет, так он ко мне вернется. Ой, Ли. А зря ты так говоришь. Он же жениться на мне хотел, пока эта ведьма не околдовала меня. Не пойму, куда ты клонишь. Леня, убей ее. Тише. Бери, тише. Тише говори. Какой мне прок ее убивать? Грех на душу брать. Ты, ты брата от ведьмы сходишь. Ты меня счастливой сделаешь. А хочешь, 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 я тебе заплачу. Денег хочешь дам? Сколько? Все, тебе дам. Все, что на свадьбу скопило, дам. Годица, я вину сейчас, оставлю ее потом. Договорились. Она во дворе под навесом обычная. Они порой не спят. Я сама видела. Ну, если что случится? Если сейчас случится, много кто ее смерти хочет. Даже не знаю, на кого и подумают. Ладно. Считай, договорились. Я пошла. Если кто что спрашивать будет, я у тебя спал. Помоги. Уже на брата капканы ставишь? На брата. Не прошу на гостей. Пойдем в дом, а то Надю разбудим. Не разбудим, а она в доме. Ага. Ты что у меня во дворе дел? Да то же, что и ты. Надю охранял. От кого охраняешь-то? Что-то знаешь? Да ничего я не знаю. Ко мне люди приходили, расспрашивали про нее. Вот я и подумал. Пойду пригляжу, как бы что ни случилось. Я с каких-то пор таким добрым стал. А с тех пор, как она жизнь спасла моей жене и моему ребенку, да и ты не в чужой мне человек. Правда, братья друг на друга капканы не ставят. Извини, не ставила я на тебя капканы. Так просто предчувствие нехорошее было. Бывает. Мы с тобой родная кровь. Что случилось? Тебя что, Роман избил? Капкан поймал. Что ты ему сказал? Сказал, что пришел Надю защитить. Поверил? Да вроде поверил. Понятно. Струсил. Ты язычок-то попридержи. Подождать надо. Я не могу ждать. Деньги мои отдавай. Я выйду сама, я убью. Жа. Не психуй. Сделай так, как обещала. Я понимаю, что он твой брат, но он... Ну, ты не будь. Теперь я каждую ночь буду рядом. Ну, у него такие глаза холодные. Прям дрожки по коже. А ты не заметила, что наши глаза похожи? У меня тоже глаза холодные. Может, у тебя глаза, как кузни горят, только в них и греются. Что ты думаешь, не можешь сделать? Ну, ничего. Для меня это не имеет значения. Я и так буду рядом с тобой всегда. До конца. Субтитры создавал DimaTorzok Арома дома? Нет. Это хорошо. Мне кузнец не нужен. А ты что так вырезаешь? Вымер кто? Чего это умер? Нет, у меня просто один костюм на все торжественные случаи. Сейчас. Борь. Походи за меня. Борь, ты чего? Я работящий, домовитый, не пьющий. Почти. Я счастливо тебе сделаю. Что скажешь? Боня, ну, не хотелось бы тебя обидеть, но я Романа люблю. Беспутный он. И брат у него такой же. Они темными делишками занимались. он тебя несчастной сделает. Ты свою жизнь загубишь. Ну, это моя жизнь. И пусть она будет и короткой, но я проживу ее так, как хочу. А как же я? А я тебя знаешь, как люблю? Знаешь, я до самой смерти тебя на руках носить буду. Борька, сердце не прикажешь. Может, подумаешь? Потом поговорим, ладно? Я своего в бар сделала. Извини. Борька, а ты что такой нарядный? Умер кто? Умер папкас. Умер. О, господи, кто? Любовь. Любовь? Мечта умерла. Не выпил с утра. Сейчас. на кого гадаешь? Ну, кто ж любопытная. Не на тебя. На тебя рано еще. Ничего не рано. Просто в нашей деревне нету парней моего возраста. А так бы уже со мной бегали. Дрались бы, предложения делали. ух ты. Что? Видишь, должно произойти что-то хорошее. Или долгожданный гость, или неожиданный подарок. Кэта принесет всем беду. Как же это? Надо было ее из воды доставать. теперь уже поздно. Бывает, что карты врут. Бывает, что люди их неправильно понимают. Что ты зачастила ты ко мне? Дело у меня к тебе есть. Поговорить хочу. Давай поговорим. Первое мое слово нет, второе и не просил. Ни на кого я порчу наводить не буду. Ты нет, нет, нет. Сделай так, чтобы Роза вернулась. но ты оценила ее тебя. Никогда не думала, что попросишь такое. У меня же денег есть много. Я заплачу. Не нужны мне твои деньги. Так тогда я сама придумаю, как ее вернуть. Все уже сделано. Еще сегодня получишь то, чего просишь. так, стой здесь. Сейчас я ее позову. Подожди, подожди, а что я ей скажу? Слушай свое сердце, оно тебе подскажет. Ну, я пошла. Слушай сердце. Мне хочется назвать тебя женой за то, что так другие не назвали. Что в старый дом мой, сломанный войной ты снова в гости явишься. Едва ли. За то, что я желал тебе и зла, за то, что редко ты меня жалела. За то, что просьб не ждя моих пришла ко мне в ту ночь, когда сама хотела. Мне хочется назвать тебя женой не для того, чтобы знали все об этом. Не потому, что ты давно со мной по всем досужим сплетним и приметам. твоей я не тщеславлюсь красотой и громким именем, что ты носила. С меня довольно нежной, тайной той, что в дом ко мне неслышно приходила. Нежно. Ничего не поняла. но что тут непонятного? Он делает тебе предложение и спрашивает у тебя, согласна ли ты стать его женой. Я ой. Простите, я тебе помешала. Чего ты хотел? Я? Ничего. Новость-то слышали? Роза вернулась. Повтори, что ты сказала. Роза вернулась. Роза, это кто? Роза. Кто Всё. Роза. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok